Выиграть войну гораздо легче, когда вашему противнику никуда не спрятаться. Оружие будущего Я на испытаниях одного из самых смертоносных и наиболее эффективных в мире видов оружия. Это носимая ракетная пусковая установка «Джавелин», зарекомендовавшая себя в Северном Ираке. Во время операции «Свобода Ираку» две разведгруппы американского спецназа действовали у северной границы Ирака. Неожиданно они наткнулись на двигавшуюся колонну бронетехники. В принципе, такие разведгруппы докладывают о контакте и отходят. Военная мудрость говорит о том, что с танками можно бороться только танками. Всё, что меньше, обрекают на самоубийство. Но у разведгруппы был туз в рукаве. Лёгкая портативная ракетная установка «Джавелин» способна уже в ближайшее время изменить характер боевых действий. Они вступили в бой с Иракской бронетанковой колонной. Они выпустили 19 ракет «Джавелин». И уничтожили все иракские машины. «Джавелин» — новейшее умное оружие для пехоты. Это первая установка, позволяющая запускать с плеча ракеты, гарантирующие почти стопроцентное попадание. Что же делает систему такой умной и такой эффективной? Чтобы поближе её рассмотреть, я отправился в арсенал «Райдстон», родину Джавелина. Сержант, удивительно, что она такая лёгкая. Да, довольно лёгкая. Вес спусковой установки из боевой ракеты около 20 килограммов. Она хорошо сбалансирована, поэтому стрелок почти не чувствует веса. Думаю, эти две рукоятки помогают управляться, держаться за них удобно. Это позволяет занять любую позицию и стрелять из устойчивого положения. На установке «Джавелин» установлен новейший прицел, который позволяет высматривать цели днём и ночью. Сейчас у меня широкий угол зрения. Нажмите на кнопочку ещё раз и получите узкий угол зрения. Распознав цель, я беру её в прицельную рамку. По силуэту видно, что это танк. Да, появление перекрестья говорит мне, что ракета наведена, и я готов к выстрелу. Удивительно. Но это только начало знакомства. Чтобы узнать побольше, я встретился с конструктором и главным инженером проекта «Джавелин» Дэнэм Райсон. Он усовершенствовал систему наведения нового типа, сделанную по принципу «выстрелил» и забыл. Тебе надо только нажать на спуск, а ракета сама сделает всё остальное. Не обязательно даже оставаться на позиции. Умное оружие всё сделает само. Как же работает система? В данной системе три основных элемента. Первая — система слежения с инфракрасным датчиком. Затем — программное обеспечение, которое подаёт команды на исполнительные механизмы, чтобы направить ракету на цель. Эти три компонента позволяют попасть в цель и обеспечивают действие принципа «выстрелил» и «забыл». Тепловой датчик впереди передаёт сигналы в систему слежения, которая затем управляет системой наведения ракеты, чтобы направить её на цель. Умный компьютер гарантирует, что ракета не собьётся с курса. А поскольку «Джавелин» не зависит ни от проводной, ни от лазерной системы наведения, пока на него нет средств противодействия. Когда ракета выпущена, от неё уже никуда не спрячешься. А потом мы попадаем в цель, и происходит взрыв. «Джавелин» способен уничтожить любую бронированную цель на поле боя. Это настолько умная система, что простого нажатия кнопки достаточно, чтобы ракета атаковала танк в самое уязвимое место сверху. Всем, кто был внутри, конец. Большинство современных танков имеют слой активной взрывчатой защиты, способной уничтожать попавшую в него ракету. Это называется реактивная броня. Но у «Джавелина» и на это есть ответ. Защиту танка преодолевают два заряда взрывчатки. Первый заряд убирает реактивную броню. Реактивная броня на самом деле является взрывчаткой? Да, именно так. Реактивная броня установлена на танк, и её задача — уничтожить вашу ракету. Прежде чем боеголовка проникнет в корпус. Таким образом, надо убрать эти заряды взрывчатки с пути, а затем сделать паузу, достаточную для подрыва основного заряда. Когда на пути уже ничего нет, основной заряд пробьёт броню и взорвётся внутри. В мгновение ока температура внутри танка достигает 4 с лишним тысяч градусов по Цельсию. Тут никто не выживет. Но что, если цель попытается спрятаться, скрыться во враге? Большинство портативных ракетных установок способны стрелять лишь в пределах прямой видимости, по видимой цели. Вот здесь-то «Джевлин» не имеет равных, поскольку способен переключаться со стрельбы прямой наводкой на стрельбу по навесной траектории. Режим стрельбы по навесной траектории заключается в том, что ракета круто взлетает вверх, а потом почти вертикально обрушивается на танк. Верхнюю часть башни танка покрыта самой тонкой бронёй. Именно в этом месте боеголовка и проникает танк. Нередко при таком режиме противник не может понять, что это — ракета, пущенная из земли? Он думает, что подвергся бомбардировке с воздуха. Но пуск ракет — рискованное дело, поскольку при этом появляется тепловое пятно, способное выдать место положения стрелка и подвергнуть его опасности ответного удара. Неужели солдат, выпустив «Джавелин», подписывает себе смертный приговор? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok